Безграничная вселенная, неисчислимое количество далеких звезд и планет манит многих людей. Побывать на космическом корабле, отправиться к другим планетам, исследовать их, строить космические станции и базы. На сегодняшний день такие развлечения могут предложить только космические выживалки и песочницы, хороших представителей которых не так много как хотелось бы. В этом видео в произвольном порядке я расскажу про лучшие из них. Space Engineers До релиза в 2019 году игра находилась 6 лет в раннем доступе Steam. За это время инженеры обросли очень приличным количеством контента. Появилась возможность высаживаться на планеты и отстраивать собственные поселения. Для перемещения по поверхности можно собрать собственную технику любой необычной формы. Учитывайте, что при постройке машин здесь нужно неплохо разбираться в местной механике. Так что придется штудировать гайды и руководство, чтобы разобраться. Геймплей заключается в добыче строительных материалов и создании из них космических баз и кораблей. Строительство производится из огромного ассортимента деталей, заготовок и каркасов, из которых можно делать все, что взбредет в голову. Причем практически без ограничений. После этого, естественно, предстоит испытать свое творение на практике. Эмпайрон Галактик Сюрвайвл Одна из лучших космических песочниц на сегодняшний день. Некая смесь элиты, космических рейнджеров и майнкрафт. Представляющая возможность осуществить высадки на неизвестных планетах. Добывать ресурсы, строить базы и космические корабли. Крафтить, выживать и исследовать далекие космические просторы с целью спасения Земли. Пока разработчики других космопесочниц только кормят обещаниями, здесь уже реализовано все, что только обещают в топовых играх жанра. Несмотря на то, что игра все еще в раннем доступе. No Man's Sky Нельзя сказать, что No Man's Sky оправдала все возложенные на нее ожидания. Но, тем не менее, в ее огромной процедурно-генерируемой галактике после последних глобальных отдавлений можно провести немало увлекательных часов. На релизе игра, мягко говоря, была не очень. Но разработчики ее не забросили и благополучно довели до ума. Четыре года апдейтов и несколько глобальных дополнений явно пошли игре на пользу. Сейчас это отличная песочница с множеством разнообразных механик. Нравится исследовать планеты? Пожалуйста. Захотели устроить перестрелку в космосе? Запросто. Увлекаетесь строительством городов? Никаких проблем. Соберите или купите ресурсы и строите вдоволь. Можно даже организовать собственную сабнатику, построив подводную базу и исследуя глубоководный контент на подводном корабле. В первые минуты игры вы управляете небольшим кораблем, который может только добывать начальные ресурсы. В этот момент игра вряд ли способна удивить. Но спустя полчаса, накопав нужное количество материалов, вы открываете редактор корабля и челюсть отправляется в сторону пола. Все дело в том, что в Evorian практически отсутствует ограничение в постройке космических кораблей. Редактор позволит создать судно практически любой конфигурации. Закончив конструирование, можно отправиться торговать, воевать и налаживать отношения с разными фракциями. Это песочница, а значит можно заниматься чем угодно. Breeze Age Ироничная приключенческая игра про выживание в открытом космосе, которая расскажет историю обычного парня и его питомца. Главный герой потерпел крушение в открытом космосе и теперь обязан выжить. В море летающего мусора и трупов игроку предстоит создать собственный космический домик и начать новую жизнь вместе с курицей, которую так любил дедушка главного героя. В игре представлена проработанная система крафта, возможность создания собственного жилища и управления космическим кораблем. Отличительной чертой игры является огромное количество черного юмора и комических ситуаций, а разработчиком игры является российская инди-студия, так что все на русском. Stationers В игре вы сможете построить и управлять собственной космической станцией, как в одиночку, так и с друзьями. Игрокам придется постоянно следить за тем, чтобы все системы станции находились в рабочем состоянии, поддерживать условия для жизни, температуру, давление и прочее. Уровень электричества, гравитации, заготавливать пищу, медпрепараты и даже заниматься космическим фермерством. Также есть возможность исследовать планеты и пояса астероидов, создавать сложные конструкции с использованием конвейеров, компьютеров и различных машин, проводить операции на других астронавтах и лечить болезни, добывать ресурсы и многое другое. Planet Nomads В этой фантастической игре с элементами симулятора выживания вы отправитесь на далекую планету, где займетесь стандартами для колониста делами, изучением территории, сбором ресурсов, строительством базы, конструированием транспорта и сражениями с местной живностью. От других выживалок игра отличается меньшим упором на это самое выживание и большим на исследование и креативность. Да, персонаж должен есть, пить и спать, но сильно страдать от неудовлетворения базовых потребностей он не будет. Зато игровой мир покажет вам местные красоты и заинтригует своими тайнами. Игра напоминает облегченную версию космических инженеров. Крафт и строительство кораблей простые и незатейливые, но даже таким ограниченным инструментарием можно много чего наворотить. Было бы желание. Осирис, New Dawn. После аварийной посадки вы оказываетесь на неизвестной планете, где игроку предстоит выжить в враждебной среде за счет изобретений и технологий. Здесь вы будете строить базу с забором, щитом и пушками, выращивать пищу, создавать транспортные средства для перемещения по планете, их кстати несколько видов, крафтить дроидов и различные механизмы. Причем делать все это можно не только в одиночку, но и в кооперативе с друзьями. Имеется древо технологий с тремя ветками развития. Инженера, стрелка и разведчика. Со временем появится возможность отправиться в космос, чтобы изучить другие планеты, добывать ресурсы на астероидах и убегать от стремных монстров, которые в основном пытаются вас съесть. Интерстеллар Рифт Многообещающая космическая песочница с хорошим редактором кораблей. Здесь, как и в инженерах, можно строить корабли и станции, однако основной упор сделан на космос. Несмотря на ранний доступ, уже есть чем заняться. Можно добывать ресурсы, выполнять различные задания, сражаться, воровать и торговать. Очень неплохо реализованы интерьеры кораблей и станций. Есть возможность ходить по ним. Также в игре огромный открытый мир. Множество способов взаимодействия между игроками и разными фракциями. Подводя итог, можно сказать, что игра годная и у нее перспективное будущее. Вот только русский язык не завезли. Кербал Спейс Программ Многожанровая игра, где вам необходимо построить космический корабль или ракету, способную доставить экипаж в космос. В распоряжении имеются многочисленные части и комплектующие, которые можно использовать для сборки работающего корабля. Каждая часть имеет свою функцию и влияет на возможности корабля в полете. Строго говоря, это не столько песочница, сколько конструктор. В задачу игрока входит построить такую ракету, которая способна долететь до определенной цели, сесть, снова взлететь и вернуться обратно. Причем создать летающее ведро это одно дело, а вот помочь ему долететь до далеких звезд задача совершенно иного рода. Придется учитывать законы физики, причем в самых, казалось бы, незначительных мелочах. То, как вы расположите одну деталь звездолета и свяжете ее с другой, скажется на возможности взлететь. А ведь нужно будет еще и приземлиться. С нетерпением ждем вторую часть в этом году. Пульсар. Lost Colony. Кооперативная игра, где вам вместе с четырьмя другими игроками предстоит исследовать космос, торговать, воевать и исследовать разнообразные планеты. В начале каждого путешествия карта галактики генерируется случайным образом. Каждый сектор может быть занят какой-то фракцией и содержать врагов, космические станции и планеты. В игре вам предстоит выполнять различные миссии, участвовать в боевых действиях и многое другое. В целом, отличная игра, несмотря на ранний доступ. Напоминает олдскульную элиту, но с приятной, хотя и простой графикой. А главное, кооперативным режимом, в котором до пяти человек могут управлять одним кораблем. А для вас вещал канал Image Game. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok